но у вас здесь вот такое вот я вижу значит интересная такая как кристаллообразная конструкция как кристалл форме рома вокруг вас а внутри яркий такой белый свет с голубым отливом и выговорить я звездочка я звездочка и летаем значит это возле и она так интересно вот я вижу кстати вот этот вот созвездие большой северный крест ну или лебеда как его называют потом вот большая медведица вот здесь скорпион и здесь вот этот вот орел до около и и вот там внизу альфа лира далека это альфа-звезда вот я тут и тоже прям потоком каким-то вливается еще кто-то вливает вообще вот она продюсирует звезды из нее выходит такие как кристаллообразные души вот вот уж такая звезда но вы стоит с другой не идет днм альфа альфа сигни сигни ну силой и на английском просто но на латыни видно вижу вот и она вот прям вот как вот сначала до вот этого креста вот здесь и вот вы туда потому что она получается я вообще вижу какие-то не было в к из которых тоже идет энергетика энергия примут потоком она выделяется вот так вот она постоянно окутывает эту звездой забирает в поток космический и вот здесь чаще всего звезды у них есть направление определенные идут а вы как-то кружитесь вокруг вот я вижу этот северный крест его вокруг него вот но тут у меня есть такие корабли они плоские они похожи на длинный самолет с двумя парами крыльев какой-то какой-то кита металлический с коричневым что такое вот им такие вытянуты как стрекоза прям и и вот эти алтаи сальтаира и ты идут вот такие высокие коричневые рептилии которые вас похищают перед тем как вы вы создаете космический поток вот явно создаете потому что нет такого чтобы пошли в какую-то определенную точку который вы находились вы как будто вот как у планеты есть круги энергетические энергии вокруг крутится такой вихревой поток вот вы создаете вихревой поток вокруг вот этой вот созвездия получается крест и там в нем в хвосте лиро вот и я вижу что вы как энергетически взаимодействуете с этой лирой с этой вегой на лире потому что там а такие высокие белые гуманоиды они все на людей похоже вообще как один к одному только высокие и волосы такие платиновые с такими кристальным и голубыми глазами вот они не говорят что мы оригинальные с ну вот на земле смысле мы были на земле но мы оригинальный в этой вселенной под них идет такое что они вообще очень древняя раса они как-то с вами взаимодействуют вы проходите какой-то цикл а вот создавание создания вот этих вот вихревой поток из вихревого потока не было из него идет энергетический позыв на создание новых планет в общем как-то так оно все крутится и причем крутится все против часовой стрелки и вот я вижу что вот эти коричневые рептилоиды вот они как будто создают черную дыру в которой они ловят вас это выглядит как два корабля напротив друг друг друга находятся в пространстве между ними создается похожий на глаз вот такой формы дырка в пространство она ведь выглядит как голограмма клеточками мне вот и они прямо раз и там даже нет никакой обработки души она прям сразу идет на землю все абсолютно вот то есть такой портал для сохранения душа одновременно это на инкарнацию то есть они даже вас не забирают на корабль вообще такого нет как станут чаще всего и вот они как будто стекают от удовольствия вот так вот зачем они это делают вот а вот одно одна из этих душ есть с альфа вот это сигнал получается что вы вода эти первые четыре жизни это проекция мне пришло что выпадаете сразу в пятую жизнь жизни всего 15 вообще что интересно вот это вот первые четыре проекция как почему проекция потому что есть я вижу вот такой вот некий слой он реально похож на слой в которых утону сказать как будто удерживают эти души какое-то время потому что они не прижились бы можно использовать до этого и на них надо намотать буквально запрограммировать каким-то опытом земным потому что без элементарного опыта земного они не выживут в теле вот я вижу это прямо как такое выглядит как какая-то платформа энергетическая полоска такая энергии в ней находятся такие адс как они ну вот такие полукругом вот как яйцо разрез ли полукругом вот такие вот белые как пластик такие вот и в каждом на подзарядку ложишь игрушку и вот туда вот душу в каждую эту штуку и потом они как-то подключают к такой коробочке у них посетитель как генератор какой-то компьютер что ли потому что в этом компьютере четко кому какую какие программы закрутить вот там зависит от зависит от какой-то структуры кристаллическая вот определенную как мы днк называемая то у них структура днк не им на зависимости от цели с которой они будут использовать эту душу они и я прям вижу как она заходит голубым потоком каким-то и образно говоря в голову но это выглядит как вот эссенция вот этого душа на круглая вот ядро вот ядро как будто бы она и тут программа какие-то слой слои 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 как вот на слойка и после этого в пятую жизнь посылают вижу девочка какая-то на пасеке мне пришло западная украина карпаты вот но кстати говорите вы на чешском языке насколько я понимаю то есть это карпаты с той стороны со стороны бывшей чехословакии да желтая платья бегать и вот отец нет это девушка девушка работает все прям вижу как он с ученым такая маленькая шапки для пчел просто домик какой-то вот прям как в горах очень красиво все зеленое такое холмы зеленые барашки какие-то пик вот такая простая очень жизнь ничего особо там не было просматривая то есть там было пятеро детей потом и все ну как бы я смотрю выход из тела просто осознанно душа решает пора уходить тело уже старыми старая 96 лет в общем щит так интересно через нос прям общите вышло что там происходит она идет наверх но ее она как будто не понимает куда идти и вот эта потерянность вот эта потерянность эти вот высокие рептилоиды они есть какой-то gps короче в голове потому что они вот этот gps он транслирует мысли эмоции и резонанс вибрационный какой происходит самой эссенции поэтому резонанс они свои души узнают потому что у нас в общем земля это выглядит как огромная фабрика из которой везде какие-то такие вот потоки идут вот как высасывание этих душ после смерти в общем каждый идет свой поток и вот тут уже говорят один там туннель света до их миллион этих туннелев они везде вот и тут одна технология работает и ну вот они засасывают потом на корабль такие на этот вот как стрекоза на мне напоминает белос коричневым какая-то серебряно-коричневым и они там что-то считывают они вкладывают какой-то квадрат такой большой он прозрачный с голубым таким налетом и этот квадрат ставят еще больше квадратным прозрачный тот тоже но без налета голубого вообще абсолютно как стекло как я понимаю техник какой-то как у нас айкла удались но компьютер где сохраняется вся память и вот они считывают всю жизнь туда вот тут начинается самое интересное значит здесь комната есть такая это бункер похоже круговая такая по кругу в середине корабля сидит значит все белые стены прям как из фильма какого-то причем они такие пластиковые ярко-белые и пластиковые стулья стулья в 5 а душа она еще как бы до конца не оторвалась от земной жизни она принимает форму немного тела человеческого хотя уже энергетическая совершенно или же она сидит на этом стуле и вот здесь четыре этих рептилоида но они показываются как ну ангел в общем ну просто это бал маскарад потому что вот эти крылья не такие огромные в белых перьях что настолько смешно а вот эти перья там просвечиваются под одеждами этих рептилии чешуйки коричневые полупрозрачные и вот они держат вот эту форму ангелов за счет вашей энергии потому что они от вас отсутствует такой энергетический идет они подключены и за счет этого они могут держать у них очень много энергии за счет вот этого большого объема энергии не могу держать форму ангелов не говорят что ну это твоя только первая жизнь на земле вот то есть надо еще еще не до конца получила опыт они как-то его контракт вообще основа на получении опыта ну вот потому что что вы сильно звезда и звезда нет надо вот идти на опыт вот хотя этот опыт абсолютно не нужен потому что я понимаю некоторые души просто хотят быть звездами все потому что в этом тоже очень много всего огромная энергия вот и помощь как бы вот этой этой системе вселенной вот ну опять какой-то подсовывают листик причем крестиком крестик подпись и все на воплощение причем это тут тут есть какая-то система потому что они садят в какой-то опять вот типа этот вот такой вот полукруглое сиденье на внутри идет как будто такой и покрытие как вот электричеством как электрический мешок типа и короче память ушла все ушло готов мы посылают а посылает там очень легко он там открывается такой портал прямо в стенке корабля я это вижу как люк просто там они уходят и там уже поток там вот сам корабль он создает определенный поток он вот так вот идет как портал на землю ну там еще какая-то жизнь какой-то водолаз я вижу в океане где-то атлантическим не идет что-то что-то связано с с какими-то войсками пропавших рыбаков в общем какая-то служба по освобождению людей по нахождению детей общем страна увидела в коричневом они всегда черного цвета эти костюмы водолазов но это до девятнадцатый век то вот это видно совсем недавно было что-либо вообще идет это но никак идут они идут как параллельные жизни поэтому тут иногда бывают накладки тут я не вижу накладок но там 28 лет и что-то случается по-моему не вижу какую-то акулу хватает за ногу вытаскивает какая жизнь это прям до этой буквально вот так они могут по кругу как карусель всего 15 стих очень мало за уме почувствовал такое даже немножко вакуума и пустоты и мне кажется этот вакуум пустота он будто чувствуется в пространстве вообще в энергетическом вот твоей оболочке вот этой вот энергетической и вообще как будто ничего не надо потому что по днк быть звезды не совсем по-другому те которые сразу воплощаются в тело там например или энергетическое но не как будто бы есть цель и задача что-то создавать сразу как это в чем-то часто из каких-то проектов ну такого плана а здесь как будто бы умиротворенность и служение светом вот такой вот какой-то идет такое мягкое розовое от этого всего я вообще вижу как вот кристаллическую сейчас она такими треугольничками сложено это интересно на слойка треугольников вот как днк и и от нее голубой розовый цвет две как бы два цвета как аура что ли и такое вот хочется просто в каком-то все пришло к слову небесном гамаке лежать и кататься смотреть на небо всю жизнь наверно потому что такая энергетика днк очень такая мягкая спокойная воды воздуха природы легкости легкости какой-то а вот это все остальное все так давит хочется так выйти я фиша я была на ты пошли могу всем туда что ассенция вот твоя она как будто показывает вот как цепи такие на руках на двух и на двух ногах и они как будто ведут к полу и вот и это вот самосозданные причем это не рептилии рептилии здесь совершенно не сделали это поставили какой-то треугольники это такой черный чип а вот в голове прям полу как я вижу но он очень интересный он вообще его не видно ну как-то прячется вот срез когда там вот как этот третий глаз в общем и вот за ней он как будто входит энергетически полупрозрачно так и пока хамелеон какой-то имплант и он принимает форму и свет вот как бы внутреннего до этой железы третьего глаза я вода тронусь он стал черным треугольник он что он делает он не просто знает всегда четко где находится данная душа в теле на воплощении на какой вибрации она находится на каких вот этих вот в каком состоянии поэтому они приезжают сколько нужно энергии скачать потому что они разные проекты другие крутят меня тут не чувствую что какие-то проекты были по участиям а по моему чисто вот так вот внешне смотрится что они просто жизненную энергию скачивали жизнь вот и там единственное что идут вот эти вот они тут по-другому вы как чакра да тут еще к это такие импланты которые собирают энергию которая вообще должна быть гомогенной однородной да они ее делят на такие круги круги эти голубые как вот пластик вырезал по кругу такое я вижу не соединили между собой такими цепями вот эти цепи а кстати эссенция знала видела это он просто не знал как от этого избавиться вот потому что по энергетике не было полного потенциала и вот эти цепи это связанные руки ну как бы смирение я понимаю с этим миром что он очень он не подходит вообще не резонирует вот ну вот сейчас снимаешь эти как наручники идут к рукам и к ногам на щиколотках и вот еще вот тоже круги просто выталкиваешься вообще что собираешься с мыслью и они просто вот вылетают из тела а вот треугольник осторожно уберешь рептилии коричневые душа всех призывает ну то не стоят мне они мне пришло цифра 20 они потому что их очень много не такие они склонили голову они там поняли уже что ничего говорят нам мы постоянно новые души ловим так что нам вот что ты делаешь ты идешь тот момент когда они устанавливают эти корабли и просто это выглядит как мультики как облако когда дует только звезда у нее есть такая какая способность она может собираться в кучу а потом резко расширяться этим резким расширением это как ураган воздуха ветряного вот этого потока в космосе космического она просто забивает эти корабли и они как будто падают потому что не выходит из-под контроля и там вот эта ловушка вся она короче как будто проваливается как я вижу то есть подсознание изменила вот эту вот ловушку просто уничтожила я чтобы не было и автоматически послала опять дует вот все дуновением каким-то информацию на вот этот большинственный крест на вегу ну вообще вот это созвездие лиры и бежите высокие белой кожи машут руками они кстати там вообще не их не захватили вообще на удивление на самом деле потому что они как-то изменили временную линию в будущем и вернулись в прошлое незахваченными и они изменили полностью это оригинальные люди так сейчас обратную энергосферу стоят эти 20 рептилий один из них носитель контракт потому что уже подсознание позвала то в общем буквально три бумажки я понимаю на каждую пятерку жизни по одной бумажке они как-то идут конгломератами эти жизни 5 почему потому что они параллельные как бы в одной упряжке они подключены к одной программе ну как у нас называется судьба только эта судьба с четырьмя разветвлениями мы 5 разветвлений с разными решениями на на каких-то ключевых моментах ну там таких важных как например но замуж не замуж семью не вот тип такого я чувствую и просто их рвешь и опять дождь на них они превращаются в пыль даже огонь никакой вот это дуновение интересно а теперь звездный душ облака в общем состоящее из звезд из таких как лампочек выглядел от издалека и вниз идут такие блестящие такие капельки энергетические они просто идут с головы до ног и полностью очищают ментально эмоциональные тела и одновременно происходит твое раскручивание вот так против часовой стрелки опять и как будто активация всех клеток опять своего рода генерация как генератор запустился энергетический и все что было истощено энергетические все органы они как будто заполняются светом так вот в груди вынимаешь такой темно какой-то темно горчичный цвет интересно вообще чаще всего не серого цвета это вот энергия которую ты создала сама энергия боязнь и осторожности как-то ну вместе вот так вот и вот это вот но это было по по контракту в общем генерация вот и защищу частности за счет этого треугольника в голове вот этих для сомнений в себе как будто боишься сделать ступить вперед и вот недаром в общем этот это это энергия который ты сейчас держишь руках как снежку горчичного цвета и вот эти вот цепи от которых которые уже в портале тут она все к ну к одному потому что это как бы эссенция ты сама создала и потому что поняла что привязана к этой платформе по имени земля очень тяжело отсюда выйти то есть как бы не хватает не хватает знаний хватает опыта которые у более старших душ на у них он есть то есть они могут что-то но тем не менее поиск постоянный был потому что душа всегда как будто птица в клетке что ли хотелось вырваться все это время и она никогда не забывала кто она есть на самом деле что она хочет летать она хочет находиться нейтральном пространстве как вот просто нахожусь нахожусь такое состояние спокойствие нейтральности вот но это пытается воссоздать всю жизнь принципе умиротворение чтобы никто не трогал что все было спокойно ну еще свеже как это все очистилась принципе если есть какие-то вопросы да да это сгусток как это происходит вообще это вот как планета например да и эссенция или большая звезда чаще все большие звезды в данном в этом случае это планета вот где и деньги или альфа альфа сидни как-то она вот идет да и вот она из себя она собирается она как будто вынашивает ребенка так выглядит потому что я вижу свет он с белого света и становится более темный более такой голубо какой-то фиолетовый он сгущается сгущается и когда он уже созрел то есть он темного цвета выходит раз и и выходит сгусток энергии которая называется звезда и вот эти все звезды идут в определенный поток это как кольца вокруг этой планеты из искали они там вращаются некоторое время а вот потом они идут вот вот эта система на то что я она выглядит как крест и здесь вот эти здесь века входит вот здесь вот это вот справа сверху медведица потом скорпионы потом вот это акула акула там почувствовал очень вот эти вот оттуда альтарианцы пришли неприятные короче там все низковибрационные вот так вот выходите потоком поток может как будто создаете на своего рода энергетический высоковибрационный поток для здоровья данных планетарных систем которые мы называем созвездия вот и все ну так так она так она существует потому что звезды в космосе не как буферная зона между планетами между разными солнечными системами они они светила они энергетические такие ячейки материи космоса еще много функций выполняет самом деле они поддерживают энергетический баланс потому что вся материя должна светиться энергии если звезд не будет то она как будто все провалится вот на на чем на фото я направляла да 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 огромный такой шаг я сейчас я посмотрю но это вообще не чувствую что это вот как душа которая тоже как вот звезда с вашей одна из пойманных тех звезд и вот она при они некоторые они летают они даже не выходят в пространство где их забирают они летают по земле вот эти орбы которые мы видим вот мои дети их часто видят вот это как потерянные души но там они разные бывают вообще но в данном случае это вот как потерянная душа и вы друг другом взаимодействуете она спрашивает у тебя как бы инструкцию да что мне делать я потеряла тело я такая же как ты она как будто твои зеркальное отражение а ты ее но она из одного потока который тогда попал в ловушку вот это вот я чувствую что она за тобой ходила и к тебе такие приходят но они чисто по вибрациям находят как бы резонирует или нет с тобой ну а потом ушла это непостоянное явление поэтому где-то у меня такое чувство что где-то может она и в другом месте проявлялась я просто или фото были не замечено вот или сбоку или где нет вот было три фото это в центре на первом на третьем чисто ничего потому что она именно в том ракурсе наверное поймала аппаратура чувствительности потому что я чувствую она летала вокруг она летала некоторое время но там был информационный вот как на улице спрашивают как пройти туда вот она такого плана и вижу как у вас перетекает телепатический разговор и она потом улетает может быть встречу ли я как бы такого человека вот с такой душой родственной вот реальности или я одна буду теперь нет дело в том что так а сейчас ты абсолютно свободно решать за себя что ты хочешь потому что каждый из нас он как бы лепит свою жизнь своими мыслями своими эмоциями вот и да есть временная линия на которой ты встречаешь такого же как ты тоже спокойного умиротворенного я вижу вместе на природе на какой-то лужайке в лесу да есть такая временная линия это зависит уже от решения потому что тут никто уже не будет управлять потому что вот эти 20 рептилий они уже в портале вот отправились туда шеренгой поэтому как бы они руководили они же они пытались играть на вот это вот желание кстати днк твое подсознание изменила его в оригинальное я сейчас смотрю на него и вот они по днк пытались как бы надавить ну тут звезда нах как бы хочет быть одна да и как бы эта звезда в теле человека вот тоже пусть будет одна потому что мы будем скачивать этот огромный потенциал энергетически с тебя а зачем тебе делиться с кем то если ты можешь одна и давать нам все нам да а поэтому это было по программе по контракту вот так все что не задумаешь не пожелаешь только надо двигаться в каком-то как-то физически да не просто сидеть и желать что-то делать потому что когда мысли эмоции подключается к движениям вместе то тут уже такой энергетический запуск идет мощный вот и в пространстве как будто бы все подтягивается правильные люди подтягиваются и начинается вот это вот процесс она потом так пойдет очень легко главное первый шаг сделать а вот мне в прошлом году где-то полгода назад непонятно вышла иголка прямо из меня я со спины вытащила утром проснулась что-то вот острое и я с трудом и я была на две трети она во мне сидела обычная игла я даже не понимаю как она не вошла откуда вытащить не могла смысле в теле на спине под левой лопаткой торчал сантиметр и я стала тянуть одну руку за спину тяну настолько глубоко и я я даже не успевала как бы испугаться потому что только проснулась мне боли никакой совершенно и потом второй рукой помогала и опять вытягиваю и наконец она вышла вот она у меня лежала обычные два как она нашла что я даже не заметила или откуда но я вижу потом да я вижу эту у меня вообще что и увидела я увидела что организм по своей кристаллической форме вообще он умеет собирать это вообще фантастика звучит я вижу как маленькие вот это вот все хим трассы все что через еду попадает нас это микро наночить из частицы да они формируют некую ну вот как игла да вот такие палочки но на это уходит мне идет 10 лет на это уходит то есть это долгий период времени но организм как будто сам выталкивает и собирает некие предметы а может быть не только игла может быть что угодно может быть шарик железно следующий раз вот у кого-то формирует на разные предметы может а можно спрашиваю про сына и дочек интересно а вот сын у меня откуда он и вот удивительно что вот он совершенно как бы один у меня не друзей не семьи не детей вообще какой же очень хороший светлый просто ну отличный человек и 2 у вас с сыном вот так идет к галочка вот одна галочка это вы а с другой это сын вот вы абсолютно так одинаковые души а вот дочка нет . дочка с какой-то оранжевой планеты они там такие очень они там интересные в общем сейчас опишу оранжевое тело прозрачное и такой костюм какой-то натянутый как вторая кожа чтобы как-то формировать больше по виду тела человека гуманоидов вот так я увидела это оранжевая планета то есть она неземная да тут очень мало земных на самом деле потому что настоящих первоначальных земных их истребили их их настолько перья форматировали генетически что честно говоря никого не могу земным назвать могу только назвать земным тех которые вот реально наша планета земля их не души как бы тоже как родила можно сказать но потом над ними потом можно сказать издевались разные расы а сын у меня тоже из того же созвездия вот да он крутится да 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 он крутился тоже в этом потоке и попал они просто как производство такое как конвертная лента с душами постоянно идет им чисто нужно для жизни вот и все просто чтобы они существовали вот эти алтаилица высокие коричневые рептилоиды по-другому они просто ну это машина машина нужен бензин вы являетесь бензином поэтому такой поток постоянно на а у него будет все-таки семья вот может он создать но это во-первых это отдельный вопрос потому что за ним там тоже кто-то но за ним дракон какой-то с такими крыльями огромными вот но это вы ему даете информацию сейчас да кстати форме яблока он берет а вот и потом уже он очень запуган показываете как избавиться от энергии страха я вижу какой диво вообще у него вся грудная клетка в этом страхе вы то свой скатали выбросили в портал он свой по другому ладонями его пытается как-то трансформировать какое чувство а вот они проснутся вообще он мне кажется раньше должен все-таки будет это этот радостный момент ему надо ему на физике больше как бы активнее по-моему но он вообще тем не интересуется на самом деле вот так вот почувствую то что я считала вот эти все моменты освободиться не освободиться ну он слушает вас говорит хорошо я могу попробовать дочка она она короче сейчас проживает человеческий опыт земных программ но при этом ее подсознание оно абсолютно ему это не интересно она хочет обратно в свою планету но у обоих детей у них больше чем у вас жизни намного они к вам просто пришли потому что они уже были в этой циркуляции они подсоединят им так удобно у них свой пул ну как бы свой бассейн можно сказать аквариум с этими душами и они как бы формируют из одних и тех же души там дети мама там папа все кто вам многие такие как вы встречались в жизни как я понимаю тоже с вашего этого конвейерный лент вот поэтому так же легко их встретить с кем можно будет но тут очень важно на физическом на рациональном уровне чтобы этот человек был осознанный а по-другому у вас не получится построить никакие отношения вот Оксана еще вот интересный вопрос такой у меня насчет внука вот ему три года и один месяц вот просто очень такой важный момент по его структуре вот можно посмотреть насчет вот его души есть ли кристалл души там сознание вот ДПДНК вот все все ли в порядке ну во-первых он не говорит вот до сих пор но это надеюсь будет ну вот чисто такие вот энергетические составляющие она в норме или что-то не то я так не могу как бы мне надо или через его маму его конкретно смотреть но я так не могу потому что у меня тут это вот почувствует выглядит как будто тебя отталкивает энергия как будто это неправильно делать считывать человека который не дает согласия даже если это человек маленький но сейчас в энергосфере мама и поэтому мама должна дать согласие и попросить его посмотреть я вижу между мамой и им есть некое серое пространство похоже очень на такую стенку вот которая мягкая как пластик мягкий и поэтому он не считывает с мамой всю информацию которую она должна ему дать ему приходится все самому поэтому как я вижу он будет говорить но у него это будет ближе ближе к 4 ну вот 3,5 3,7 ну вот типа такого да потому что вот этого энергообмена который должен быть между мамой и ребенком там нет вот поэтому а это сделано специально там стоит какое-то как анаконда какая-то в общем и следит за этим процессом у нее есть лапы маленькие да ну так так что и она кстати без глаз вообще странная сущность такая вообще серая слизкая такая без глаз с маленькими ручками в общем просто этот мальчик это эко как бы вот со всеми как бы составляющими ну я очень много работала я по-своему каждую ночь как-то работаю энергетически какая-то у меня своя система вот провожу и вот ну правильно поэтому что-то я уже что-то я изменила во многом но вот все равно связь у вас как бы с искусственным интеллектом насколько она есть нет там вот участвовали бы моноиды в его так сказать формировании ну я поняла короче ну вот как я вижу я же говорю у меня похоже что-то на сбью червяка с лапками в общем это надо ближе смотреть что там за ДНК непонятное вот ну он приставлен следить у него какая-то программа этого ребенка по которой он должен идти связь с мамой вот прикрывает эта пластина то есть даже я вижу как вот эта змея она без глаз вообще-то в очереди так странно и такое ощущение что они пытаются ребенка чтобы он маму не видел и не слышал а слышал только их не программы поэтому вот это все это короче отдельный сеанс потому что так тут очень важно мамина ну мама там спит ну что мама ну поняла да потому что медицина вот у нас все так к сожалению да спасибо оксана что ты Кашкировский меня однажды увидел на работе я там летела он остановился просто его люди сопровождали он стоял вот просто и вот провожала меня взглядом пока я в лифте дверь не закрылась вот у него такой вид был да энергоемкая душа пошла а мне смешно было просто потому что у него подключки а у вас то вот что он по сравнению с ним как с луной свалились да он как-то это увидел да конечно он почувствовал он очень он считывал энергетику но проблема в том что ему управляли существа сущности вот он давал для излечения людям но он получал взамен тоже от людей точнее его сущности получали ну тянется это как бабочкина лампочка вот как лампочка вот к вам и тянется причем как я понимаю и хорошие очень тянутся и очень не очень хорошие тянутся в общем все подряд я нигде не могу не замеченной быть меня запоминают тут же вот вот смотрят я какой-то вот ну вы как я поздравляю всю жизнь так ты понимаешь мгновенно и все да 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 из двадцати человек всегда только меня из курса все у меня никуда не денешься да это просто энергетика люди подсознательно чувствуют от этого никуда не денешься мы же плаваем в океане в этом океане энергетические лампочки разные по заряду по свету все тянутся к более теплым и большим и сияющим и красивым поэтому ну так вот как меня притянуло вот прям так легко оксана огромное спасибо просто это а я вот кстати с десяти лет вот я сейчас просто скажу я уже знала я вот почему-то всем озвучивала и говорила ну я как бы смелая очень ничего не боялась но я говорю я только три вещи боюсь в жизни змеи болота и зубного врача это вот меня явно все боятся так я только спустя уже вот сейчас только понимаю змеи это значит трептелы я их терпеть не могу просто у меня и муж бывший и у меня с ними просто я их вот я их чувствую короче змеи болота это вот глубинное государство вся система которая нас окружает я в этой системе очень жестко было и зубного врача это чипа импланты вот все меньше обращаться это я так расшифровала ну так вы те импланты вы как-то их модифицируете в иголке вы видите как переделываете а потом вынимаете что у меня из тела достаёт да ну там просто вот эту гадость которую даже пломбы и все остальное не ложат честно говоря лучше не смотреть что там вообще из чего оно сделано ну в общем да поэтому да ясно тогда если нет вопросов вы меня размещили с зубным врачом конечно спасибо огромное Оксана спасибо и моей души большой и голубой да у меня пятилетняя девочка вот дочка она всегда с зубным врачом так говорит так ты не подходишь у тебя энергия плохая и врач смотрит энергия плохая ну то есть так что да хорошо да я выключаю так на запись где она тут у меня это